Время новостей. Расскажем самую актуальную информацию к этому часу. С вами Вадим Федосеев. Здравствуйте. Мой велосипед дома. Так называется акция, которую полиция проводит в целях профилактики краш велосипедов и чтобы выявить тех, кто позарился на чужое двухколесное имущество. Очередной рейд прошел в выходные на популярном у велосипедистов месте городской набережной. Только пять случаев за последнюю неделю. 215 с начала года. Вот такая нерадостная статистика по угону велосипедов. Хорошо, если злоумышленников найдут, а заодно и похищенный транспорт. Но, как правило, добыча идет на продажу, перепродажу и утилизацию. Мы хранимся в велосипедах в гаражении, оставляем их ни на каких лестничных площадках, гараж. Все. Да. Несколько нарядов полиции проверяли велосипеды, сверяя по номерам. Здесь все хорошо, транспорт не в розыске. Но стражи порядка не раз обнаруживали в ходе рейдов угнанные велики и возвращали владельцам. Когда мы заступаем на службу, мы постоянно проверяем велосипеды. Граждане к этому относятся положительно, то есть никаких отрицательных реакций во время проверки не было. Более важной целью велорейда было предупредить северян о необходимости заботиться о двухколесном друге. Всем владельцам байков полицейские вручали специально разработанные областным УВД листовки с советами, как защитить летний транспорт от кражи. Золотое правило – чем легче велосипед, тем тяжелее должна быть защита. Все большую популярность набирают велозамки в виде цепей. Не будет лишним и снять седло с велосипеда. Так он менее привлекателен для угонщиков. А теперь в Пенежский район. В селе Карпогор и Шквалистый ветер обрушил множество опор линий электропередач. В селе объявлен режим ЧС. Из-за капризов природы без электричества в Карпогорах остались около 700 домов, в их числе две школы, детский сад и районная больница. Повреждены оказались и три вышки операторов сотовой связи. К счастью, обошлось без человеческих жертв. По планам оперативные решения, которые позволят дальше жить, работать и функционировать всем в Карпогорах, должны быть закончены сегодня до конца этих суток. А что касается финансовых затрат, которые придется понести в связи с ремонтом крыш, котельная повреждена, ряд других объектов, они будут сделаны в соответствии с технологическими всеми графиками и общий объем затрат оценивается от 4 до 5 миллионов рублей. В районе для восстановления электричества и разбора завалов есть вся необходимая техника. Также в помощь пострадавшим сельчанам из Архангельска выдвинулась аэромобильная группировка из 20 человек. К другим темам. Сегодня центральная библиотека имени Ломоносова принимала неожиданных гостей в погонах. Книги их не интересовали. А что же выяснила наша съемочная группа? Дверь тяжелая. Дверь самому колясочнику не удержать дверь. Мирное течение жизни библиотеки могут нарушить двое. Любознательный читатель и придирчивый ревизор не успел провести проверку Роспотребнадзор, как в гости пришла прокуратура вместе с экспертом федеральной программы «Доступная среда». На пути следования инвалидов или маломобильных групп не должны быть незакрепленные ковровые покрытия. Ширина дверного проема, отсутствие порогов, достаточное расстояние между стеллажами. Все эти показатели в норме. А вот, например, высоту библиотечной стойки рекомендовано адаптировать под маломобильного читателя. Проверки проводятся совместным решением федеральных структур, прокуратуры и Министерства труда, занятости и социального развития. Видим, что входная группа не соответствует требованиям законодательства. Далее помещения, ряд помещений также отклонены от нормы. По результатам проверки, с учетом всех обследований, будет решено вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Реагирует и библиотека в первую очередь на запросы особенных читателей, которым порой просто невозможно не то что за книгой прийти, из дома выйти. Ну, на сегодняшний день библиотеки помогают решать эту проблему. Помогают таким образом, что вот, например, на протяжении нескольких лет нашей привокзальной библиотеки сотрудники выходят на дом с литературой. То есть читатели записаны в библиотеку с ограниченными возможностями. Когда они прочитают эту литературу, они звонят, и библиотекари выходят, и такое своего рода книгоношество, которое всегда было в истории библиотек. Замечания ревизоров библиотеки приняли спокойно. Главное, чтобы читатели приходили как можно чаще, а уж максимально комфортные условия им всегда попытаются создать. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Представители бизнеса и власти провели заседание экспертного совета по защите прав предпринимателей. Проблем у регионального бизнес-сообщества накопилось немало. Это всем известно, но вот кто и как найдет решение? Предприниматели возлагают надежды на нового защитника и их прав. Сто дней и ровно столько Иван Кулявцев находится в должности бизнес-омбудсмена. В его адрес уже поступило почти пять десятков обращений от предпринимателей с просьбами о помощи. Многих бизнесменов волнует новый порядок применения контрольно-кассовой техники, который обязывает их передавать купе и чеков онлайн в налоговую инспекцию. При наличии касс нового образца многие представители бизнеса столкнулись с тем, что у них элементарно отсутствуют фискальные накопители, которые не позволяли бы применять новый закон в том режиме, который этого требовал. Выход из положения нашелся. Для начала уполномоченный по защите прав предпринимателей проведет мониторинг реальной стоимости внедрения онлайн-касс на территории области. После будет принято конкретное решение. Обсудили участники дискуссии и вопросы взаимодействия бизнеса и власти. Нередко обе структуры не могут найти общий язык. По Северодвинскому сегодня будем обсуждать. В частности, один из примеров предпринимателя с 2002 года занималась бизнесом. У нее шиномонтаж, достаточно хорошее здание, автостоянка. Но вот сейчас сложилась такая ситуация, что она не может продолжать ведение бизнеса из-за каких-то коллизий с точки зрения подхода в данном муниципальном образовании. Обсудили на встрече и проблему с доступом к интернету на территориях области, что сегодня доставляет бизнесу немало проблем. Может быть, дополнительно включить те населенные пункты, где нет интернета, в перечень, который уже существует. То есть тут нужно актуализировать эту информацию и посмотреть. Это вопрос на контроле на самом высоком уровне. На следующем заседании экспертного совета участники обсудят новые ограничения времени, мест и условий розничной продажи алкоголя, которые действуют на территории региона. Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. А сейчас о том, как Архангельск провел последнее воскресенье июля, отмечая день военно-морского флота. На Красной пристани полная готовность к праздничному параду. В этом году особое начало. На большом экране прямая трансляция из Санкт-Петербурга, где впервые прошел главный военно-морской парад страны. Архангельск подхватывает эстафету торжеств на северной двине парад военных кораблей Беломорской и военно-морской базы Северного флота. Принимал его контр-адмирал Владимир Воробьев. Своё место в строю заняли суда пограничного управления ФСБ, а также малые противолодочные корабли Беломорской базы. Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Знаменитую группу возглавляет капитан Третьего ранга Алексей Александрович Кургин. Центральные события дня ВМФ на площади мира в торжественном митинге «Морская дорога победы». По традиции приняли участие духовые оркестры фестиваля «Дирекцион Норд». Впервые на празднике был исполнен старинный марш «Морской король». День военно-морского флота – дань памяти тем, кто в суровые для отчизны времена ценой своей жизни отстоял морские границы северных рубежей России. Самые грозные, самые современные корабли сходят со стапелей «Севмаша» и «Звёздочки» в Сербинске. Военные моряки Беломорской на морской базе вносят свой вклад в испытания этих новейших кораблей. И, конечно же, все северяне считают праздник День военно-морского флота одним из самых любимых своих праздников. Впервые участниками Дня ВМФ Архангельске стали выпускники легендарной Соловецкой школы «Юнг». Мы считаем Архангельскую область, во-первых, нашего Николая Городича Кузнецова считаем своим отцом вторым, который дал нам жизнь и путевку в жизнь. А то, что мы начали в детстве здесь, в Архангельске, это наша вторая родина, наша вторая земля Архангельской Соловки. В праздничном строю в этот день наши современники – юнгаши. Ученики Архангельской школы Соловецких юнг хорошо понимают – митинг в День ВМФ не только в память о героях, но и как наказ молодому поколению. У меня чувство благодарности ветеранам за то, что они сделали, чувство радости, ну и небольшое ликование. Ребята, которые сегодня в нашей школе имени Соловецких юнг учатся, они, по сути, внутрь закачали в себя традиции вот этих вот дедушек, которым под 90 лет, они вчера готовы были и танцевали, и готовы были танцевать дальше, чтобы нам, молодым было, вот дал Бог столько силы. По звуке военного марша по набережной сотни горожан проследовали к памятникам юнгам Северного флота и адмиралу флота Николаю Кузнецову. Именно по его приказу 75 лет назад основана Соловецкая школа юнг, а позже по инициативе Героя Советского Союза был учрежден День Военно-Морского флота. Празднование Дня ВМФ в Архангельске не смогла испортить даже дождливая погода. У гостиных дворов выставка ретроавтомобилей. На площади мира весь вечер выступали популярные артисты. Дети не видели кораблей никогда, очень заинтересовал транспорт, очень понравился, им такие большие. Очень интересно, и ностальгия, воспоминания хорошие с этим связаны. Вот думаю, все, что самое главное в этом. Ну, погода не испортила настроение. Весело, нормально, хорошо. Артемий Заварзин, Вадим Федосев, Александр Кузнецов, Светлана Михеевская, Ольга Красулина. Архангельское телевидение. Традиционно в эти дни Архангельск принимал участников фестиваля духовой музыки Дирекцион Норд. Своими выступлениями архангелогородцев порадовали 9 коллективов, 3 оркестра из-за Неги, Владимира и Сыктывкара, дебютанты фестиваля. Овациями архангелогородцев встретили фестиваль Духовых оркестров Дирекцион Норд на Поморской земле. В этом году он посвящен сразу двум знаменательным событиям. Это 80-летие Архангельской области и 75-летие Соловецкой школы Юнг. На площади перед Архангельским театром драмы фестиваль стартовал уже в шестой раз. Вы знаете, каждый год, конечно, что-то добавляется интересно, вот, скажем, вот, хотя бы вот это вот, как много девушек хороших, вот такое необычное что-то вот добавляется, такое родное, что восхищает и дает какие-то силы, гордости, радости, вот до слез. Своим выступлением гостей праздника радует военный оркестр из Сыктывкара. За свою 53-летнюю историю он не раз становился лауреатом конкурсов Санкт-Петербурга и Москвы. А вот в Архангельский оркестр впервые военные получили предложение принять участие в дирекцион НОРД еще в феврале. Ни на секунду не задумались и начали усиленную подготовку. Мы с вами соседские регионы, мы Республика Коми, Архангельская область. Ну, почему нет? Такие вещи полезны как музыкантам, так и профессиональным дирижерам. И хочется показать не только, мы единственный оркестр в Республике Коми, и нас они уже видели, конечно, но мы хотим еще в других регионах поступать, но для нас как профессиональный рост. На протяжении трех дней свое виртуозное мастерство архангелогородцам и гостям столицы Поморья дарили коллективы Поморья и России. Военные оркестры из Северодвинска, Владимира, Сыктывкара, Калининграда, Архангельска, Котласа и Изонеги. А также шоу-группа «Барабанщиц» под руководством Павла Марарова. Кульминацией плац-концерта стало выступление сводного оркестра и ста музыкантов под руководством дирижера гарнизонного духового оркестра Беломорского военно-морской базы Северного флота Виктора Нежкова. Анна Рязанова, Сергей Минин, Архангельское телевидение. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь.